Уважаемые коллеги, дорогие друзья, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович, я заведующий Центром Медицины СНА Клинического Санатория Барриха. Сегодня я хотел бы прокомментировать статью, которую я написал недавно. Использование незарегистрированного в России оборудования для СИПАП и БИПАП терапии, преступления и наказания. Всю статью вы можете почитать в интернет и вы увидите ссылку, по которой вы можете перейти на эту статью. Я дам просто несколько комментариев. Первое. Да, действительно проблема существует. Она касается и пациентов, и врачей. Что касается пациентов. Да, пациенты хотят применять новейшее, самое эффективное оборудование и постараться купить его подешевле. И в общем вполне можно понять людей. Почему это возникает проблема того, что на западе оборудование зарегистрировано и уже используется, а в России его пока еще нет? А потому что у нас регистрация медицинского оборудования занимает достаточно длительный период времени. Ну и в принципе за рубежом оборудование можно по тем или иным схемам приобрести несколько дешевле. В чем возникают у пациентов проблемы? Еще раз подчеркну, более подробно это можно прочитать в статье, здесь будут достаточно крупные мазки. Первое. Если вы приобретаете незарегистрированное в России оборудование, то оно однозначно завезено нелегально. И продается соответственно на ресурсах, которые заявляют, что они являются какими-то официальными представителями, что они предоставляют гарантию. Продается нелегально и практически эти продавцы никак не отвечают по гарантии, постгарантии, ремонту или замене оборудования, если оно вышло из строя. То есть вы должны понимать, что, ну есть известное выражение, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И здесь, да, вы несколько экономите, но вы рискуете тем, что вы можете потерять гарантию на приобретенное оборудование. Вторая большая проблема связана с тем, что если мы говорим о новейших типах оборудования, то, наверное, если вы имеете машины, вы знаете, выходит какая-то новая модель, и потом начинаются так называемые отзывы. То есть производитель дорабатывает эти модели. Если вы купили незарегистрированную модель, а потом необходимо ее отозвать, сделать апгрейт программного обеспечения или какую-то техническую доработку, если, опять же, модель завезена в Россию нелегально, она не зарегистрирована, то вы не сможете этого сделать у легальных поставщиков оборудования. Дело в том, что они не имеют права работать здесь, в России, с незарегистрированным и нелегально ввезенным оборудованием. Вторая большая проблема, она касается врачей. И здесь тоже два аспекта. Первый аспект, что законодательство прямо запрещает оборот незарегистрированного медицинского оборудования в России. Если врач вовлечен в схемы поставки и продажи оборудования, то, согласно закону, это может подпадать под уголовные статьи. И этот закон принят, вы можете тоже ознакомиться с ним в статье. Федеральный закон, который принят 27 января 2015 года, который прямо говорит, что за оборот оборудования и продажу незарегистрированного оборудования в России может наступить уголовная ответственность. Вторая проблема связана с тем, что есть понятие пользования или использования незарегистрированного медицинского оборудования. В Гражданском кодексе есть соответствующая статья, которая запрещает медицинскому персоналу использовать незарегистрированное медицинское оборудование. И если пациент с таким прибором к вам приходит, а вы увлекаетесь в его настройку, наладку, перестройку, выдачу каких-то заключений, фактически вы используете это оборудование. И если у пациента наступает какая-то неблагоприятная ситуация или даже неблагоприятный исход, то потенциально это тоже может быть основанием для предъявления претензий врачу, что он применял незарегистрированное медицинское оборудование у пациента. Таким образом, еще раз, это в целом достаточно серьезная проблема. Да, у нас есть хорошее выражение, что строгость наших законов вполне компенсируется отсутствием необходимости их выполнения. Но все же, если пациент приобретает это оборудование, он должен понимать, что он рискует гарантией и возможностью ремонта этого оборудования. Если врач так или иначе вовлечен в процесс поставки оборудования пациенту, то он может вообще попасть под уголовную статью. А если он использует это оборудование, я имею в виду, врач использует это оборудование, то это тоже ситуация, которая может привести к административной ответственности, особенно если поступит какая-то жалоба пациента в отношении того, что врач как-то не так настроил это оборудование или получился какой-то неблагоприятный исход в связи с его использованием. Еще раз призываю прочитать эту статью в интернет. Надеюсь, что она, во-первых, даст информацию или пищу для размышления пациентам, которые решают вопрос о том, приобрести ли незарегистрированное оборудование в России или привезти его из-за рубежа. И это даст пищу для размышления врачам, которые решат для себя, можно ли участвовать в предложении таких аппаратов для пациента. Более того, продажи таких аппаратов у пациента или использование таких аппаратов у пациента, что может повлечь за собой серьезное административное и даже уголовное наказание для врача. Всем вам пожелаю здоровья, удачи, счастья, не болеть и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok